Всем привет! Привет! Мы находимся сейчас в Иерусалиме, мы получаем лечение в центре Бердавид и к нам поступает много вопросов, собственно, как проходит лечение. Газами пациента. Мы знакомы с Давидом уже почти два года и в течение всего этого времени мы получали дистанционные сеансы Давида и... Добились очень больших пациентов, очень больших, но... То, о чём мы и не мечтали даже. Да, но всё-таки он, как бы сказать, он не мог взрослеться. А развитье... ну, как бы мы уперлись в потолок, просто. Тем более, что мы его никак не лечили, только сеансами. И тем более, что у него было много физиологических проблем, особенно, которые нужно было срочно решать. И, конечно же, касаемо моего здоровья, то есть всё и... Ну, в общем, мы должны были физически присутствовать здесь, в центре. И получать комплексное лечение. Мы, в принципе, давно уже там хотели. Хотели, давно мечтали приехать, и вот мы здесь. Наша мечта сбылась. И даже больше. Почему аутизм излечим именно в центре Бейер-Давид? Все методы, которые нам известны, по крайней мере, они все упираются в одно. Они лечат просто симптомы. Да. Устраняют симптомы и приобретают другие. Но это не лечение. А здесь очень важно найти именно причины и устранить её. Чем занимает как раз Давид с Йосефой, благодаря, конечно же, своему природным способностям, её энергоинформационным методам. Вот. Основное лечение мы получаем от Йосефы и Давида с помощью их дара. Которая... Прикладывание в руки. Да. То есть мы сами до конца ещё не понимаем, как это происходит. Это какая-то магия происходит. Да. То есть это научно объясняется, но в то же время не объясняется нормально. То есть мы сами не понимаем. Да, просто как-то снимается воспаление множественное, отёки какие-то спящие, находившиеся в спящем состоянии. То есть клетки, которые ещё были живые, но повреждённые сильно. А Йосефа как бы вдыхает в них жизнь, и они начинают нормально работать. На третий день, да, по-моему, Ахана побрили, чтобы посмотреть его форму черепа. Потому что были подозрения на то, что у него есть какие-то повреждения, и не до конца развиты... Но вот череп не рос. То есть мозг там издыхал. Вот эта часть, вот эта часть черепа у Ахана была как бы сдавлена, и она не давала нормально развиваться мозгу. Мы его побрили, это увидели. А сам мозг, он, в принципе, успел доразвиться хорошо, благодаря тому, что он родился доношенным, и плюс сеанс с добитым. Вот. То есть мы вовремя обратились. Чем раньше обращаешься и получаешь помощь, тем лучше, потому что с возрастом сложнее добиться больших результатов. Да, но по-моему, хроническое переходит. Да, и теперь уже вот прошло, вот сегодня третья неделя идет, да? Вот. И мы заметили практически где-то, наверное, через три дня, что у Ахана вот эта часть головы, вот здесь вот, уже какие-то появляются наросты. То есть голова приобретает... Голова приобретает правильную форму. Это на первой неделе было. Да. И Юсеф тогда сказала, что мозг начинает уже немножко шевелиться и восстанавливаться. Нормализовывается правообращение у него. Вот. Так, сейчас у него уже задняя сторона, воротниковая зона. Вот здесь у него была чувствительная часть сзади шеи. Да, и ты его покоя не давал. Да, Давид это сразу заметил. Он какие-то манипуляции проводил. И заметили, что у Ахана большая чувствительность к нему. И он болезненно воспринимал любые прикасания вот в этой части. Сейчас все нормально. То есть вот здесь вот обходятся нервные окончания, которые... Соединения со спинами. Да, да, через которые мозг подает сигналы. Давид с помощью своих методов уникальных меняет на глазах поведение Ахана. Почему мы не могли добиться годами, он делает это за один день буквально одним щелчком. То есть... Ну, он разговаривает с Аханом как с насрослыми детьми, да и с другими детьми, которые помладше. И они, как ни странно, меняются. На глазах меняются. Вот здесь всего две недели, а Ахана... Поведение стало мягче. То есть он послушным стал более... Кстати, он палец уже не так интенсивно сосет, как раньше. Да, вообще почти не ложит его. Он еще облизывал... Облизывал с этой губой. А, да, у Аханова здесь болячка была, и он постоянно ее облизывал. Давид там что-то сделал, что-то ему сказал, там что-то потер здесь. И все, как рукой снял Аханова сейчас. Правда, с прошлого? Да. Мама, подожди. Чтобы он так не делал больше, Давид ему сказал. Я сядю, папа. Мне сесть? Да. Сюда сесть? Нет. Кататься хочешь? Да. Давай. Мама, я еле кататься? Нет, я не хочу, спасибо. Уди порта. Ахан, там маленькие дети играют. Да, там же дети только катаются. Уди порта. Дай мне пушки. Ну, ладно, я пошла. Коку, пока. Коку, пока. Ахан, ты хочешь, братика? Ну, что ты стесняешься? Коку, айдем. Айдем, мам. Айдем, боженовый год. Вот мальчик за колеса. Айдем. Мальчик хороший? Ты на самую высокую залезешь, да? Или поменьше? А, он что-то в этот раз выбрал поменьше горку. Наверное, потому что там дядя большого он играется тоже. Пойди, папа. Пойди, эсуку. Молодец. Вот, Ахан не боится вообще. Все равно. У каждого ребенка, у каждой семьи отдельные и индивидуальные причины возникновения аутизма. И поэтому подход к каждой семье и каждому ребенку индивидуальный. В центре также работают и другие специалисты, кроме Йосефа с Давидом, которые дополняют лечение. Мы получаем лечение комплексно. То есть, где-то что-то Давид, допустим, не заметил и не увидел в ребенке. Или возникали какие-то вопросы у него. Это, допустим, заметила Йосефа. И раскрыла и увидела это. Или наоборот. Или другие специалисты центра, допустим, Асаф, Аркадий или Шлома. У них же разные методы. То есть, допустим, Аркадий делает массаж и путем... Крайне сакральной диагностики. Да, и какие-то новые открытия для нас делает, какие-то новые болячки находят, так скажем. Это хрящие живые рентгены. Каждый по-своему, да. Без ножа, без скальпеля получается такое лечение и диагностика. Вот, в ходе лечения Йосефа, она как бы чувствует, сканирует то, чего не хватает организма. В ходе лечения, она, ну, просто говорит, вот, так, не хватает магния, так, надо теперь магния поесть. Нужно это, нужно то. То есть, какие-то витамины, минералы какие-то, вот, это варидовиды. И причем это происходит все без анализа. Да, все без анализа. Это просто сканирование руками. Да, конкретно, что подходит именно нам. Какие вещи нужно исключить из рациона, какие нужно включать. В питании, да, то же самое, что нужно исключать, что нужно подкорректировать в питании, что подходит ребенку, нужна ли она чистка или нет. Вот, что еще. Ну и мои проблемы, конечно, что видно, железо и таки осталось. Вот, и даже я как-то, когда по скайпу общались с Добитой, я еще ему всегда спрашивала, ну почему, я же работаю на тебя, ну почему у меня не получается. Откуда вот такое состояние, то ли депрессия, то ли страхи, то ли какая-то нервозность. Все время что-то не получается. Такие тревога какая-то, вот. И Давид мне сказал, что просто тебе надо полечиться. И у тебя все старик отместит. Вот. То есть душевное состояние зависело от физического состояния. Хочется рассказать еще про сам город, Иерусалим. Как здесь клево, столько интересных мест в плане и душой, и телом можно отдохнуть. Ну, в первую очередь душой, наверное, потому что, как все знают, святая земля. Это дополнение к лечению. Запах тут такой макоухающий, поисторический запах. Очень интересный. Столько замечательности, столько святых мест. Мы до сих пор еще не успели во многие места сходить. Просто физически не успеваешь. Ну, мы побывали на трех морях. Мы были на Мертвом море, были на Средиземном море, были на Галилейском море. На бряне грязи, соли. Так как мы мусульмане, мы часто посещаем мечеть Аляхса. Потому что это для нас третья по значимости мечеть. После некий меди. И мы максимально пытаемся использовать этот шанс поболиться за здравие детей. И не только за себя. В общем, здесь действительно все говорят, что меняется жизнь. Как-то по-другому начинаешь себя воспринимать. Тем более после разговоров с Ильхом, с Давидом, с СССР. Много начинаешь понимать для себя. Действительно, что у тебя тени в жизни. Да, вообще, по сути, у нас жизнь перевернулась все после знакомства с Давидом. У меня это все знание. Хочется жить, хочется меняться. Хочется... Просто охота сейчас уже вот. Не хотели домой ехать. Так что сейчас уже... Он еще не хочет, правда, но я уже как-то у меня свои планы. И просто не терпится воплотить их в жизнь, как говорится. Очень рада, что мы сюда попали. Огромная благодарность за Илью. Мы тебе же 100% уверены, что... Да уже все. У нас нет аутизмена. Все. Осталось только физически догнать. Не только это... Как бы от нас уже зависит. Очень важно, потому что очень важно наше участие. Самое главное. Главное. Даже в ходе лечения. Ну и самое главное, вера. Да. Чтобы мы соблюдали все, что говорят. Если это с Давидом, с Давидом, с Макадином... И наш совет вообще надо прислушиваться. Не то, чтобы прислушиваться. Надо делать то, что говорит Давид. Будь это дистанционное лечение, будь это вот здесь очное лечение. Прислушивайтесь, да. Отдельное спасибо доктору Атрадию. Я, конечно, не ожидала такого. Ну, это просто профессионально. Конечно, вот Афган прошел, что там мысли. Все, все специалисты. Ну, это просто нечто. Просто легко, вот специалистов просто легко спутать с экстрасенсами, наверное. Я не знаю, как они это делают, но настоящий профессионал, честно сказать. И все происходит в такой непринужденной обстановке, да. И Асаф, что и Слома, естественно. Их видишь, и улыбка появляется уже. Да. А с Арканем вообще можно посмеяться. Каждая об этом знает. Вот, отдельное спасибо Марине. Мы проходили чистку кишечника, проходили реподренаж. Но это уже для дочек. Ахан прошел чистку. Да. Привет Андрею нашему. Нашему гиду. Нашему гиду. Отличный экспрессовод. Просто водительный экспрессовод. Очень подружились с ними. Так, честно сказать, где-то неохота уезжать, конечно. Но все-таки нужно сейчас. Тем более новые планы тянут нас все равно на родину. В общем, мы еще на сайте.